Приветствую вас, собственно, коллега Кудрячев Игорь Леонидович, все достаточно лаконично и четко вам расписал, я думаю, что вам имеет смысл обратить внимание на его ответ, а я с твоей стороны могу сказать вам следующее, значит, по описанию вашего текста, вашей проблемы, у меня создалось некоторое впечатление, некоторое ощущение, что вы себя вымучиваете, вы себя заставляете в какой-то степени заниматься вот тем, чем вы занимаетесь. Ну, я понимаю, что, скорее всего, вы будете сопротивляться, вы будете возражать вот на то, что я скажу, и как бы не согласны тоже будете с этим. Вот, ничего страшного в этом нет, я, как бы, спорить с вами не собираюсь. Я говорю о том, что у меня возникло такое ощущение, что вы как будто бы себя заставляете, ну, вот, этим заниматься. Вот, у меня нет ощущения, что вам, там, нравится, что вы в авторге догадались. Вот, вы говорите, что вы уже долго в этой профессии, вот, и, собственно, долго-долго, но, так, опять же, нужно понимать, что творчество – это творчество, то есть, что уметь направлять свое творчество, уметь направлять свой творческий порыв – очень важно. И, когда мы говорим, например, про проект, да, который, по сути, является рамками, внешними рамками вашего творческого фундамента, то мы говорим о чем? Мы говорим в основном только об ограничениях. Мы не говорим больше ни о чем другом, мы говорим только об ограничениях. И, если мы говорим только об ограничениях, то важно понимать, как вы на эти ограничения реагируете. Реагируете ли вы страхом сделать что-то не так, ошибиться, потребить неудачу, что на творчество влияет очень негативно. Реагируете ли вы на это обесцениванием, реагируете ли вы на это завышенными ожиданиями, реагируете ли вы на это таким чувством несвободы собственной, что тоже для творческого человека достаточно болезненно, неприятно. Вот. То есть это все очень важные моменты. И по большому счету вы находитесь в конфликте. Вот это конфликт. Это конфликт. Когда человек теряет мотивацию, когда человек понимает, что он не хочет больше делать то, что он делает, то глобально возможно несколько вариантов подобного. Ну, подобного. Первый вариант. Это человеку нужно отвлечься. Человеку нужно реализовать, удовлетворить свою другую потребность, некоторую. Вот. Это первое. Второе. Что человек выгорает, то есть неправильно подходит к своей деятельности, действует на износ и прочее. И третье. Это вот как раз тратить свои ресурсы на что-то еще. То есть, ну, это вот можно представить себе в качестве такого примера. Например, спортсмен, делающий забег на короткую дистанцию, то есть там, где требуется максимальная концентрация и аккумуляция ресурсов. В это время еще, значит, там, допустим, ну, не знаю, пытается, например, махать рукой своим близким. Или петь. Или что-то еще. И, как бы, если это, ну, не получается нормально пробежать. Ну, дистанцию. Вот. И это нормально. Вот. То, что вы делаете. Глобально. Вы отвлекаетесь на что-то другое, либо занимаетесь тем, что уже вам не актуально. То есть, вы не корректируете свое поведение в соответствии с меняющимися ценностями, которые у вас объективно могут быть другими сейчас. Вот по истечению времени. Пока эта история, я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что вам это было полезно. Желаю вам удачи. Обращайтесь, если будет пока необходимо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok